Здравствуйте, меня зовут Юлия Тадеуш, я вас приветствую на канале Про Цветок. Сегодня мы будем говорить про мои любимые английские розы, и я вам расскажу про свои самые любимые сорта, которые с чистым сердцем могу рекомендовать и вам выращивать в своем саду. И начну я, наверное, с самой моей любимой розы, это The Duck Lady, темная леди, которую я очень сильно люблю. Я могу сказать, что посадив этот сорт впервые, первых два года я вообще не понимала ее никакой прелести, потому что это были, ну, просто красные, какая-то роза и красная, и как-то там цветок был намного мельче сразу, и она была не настолько махровая, и я думала, что я такое посадила за чудо непонятное, есть же как бы намного прекраснее, там и Вильям Шекспир, и другие какие-то красные сорта Остина. Но когда она стала цвести на третий год, тут я поняла, что как бы мое сердце осталось навсегда вместе в серединке этой розы, потому что реально ее цветки оказались просто прекрасны. Во-первых, они очень крупные, она очень ароматная, ну, это действительно уже тогда классический запах розы. И цвет ее стал настолько благородный вот со временем, это не просто красный, она играет всеми оттенками бордовых тонов, от очень темных, каких-то благородных, почти черных внутри до более светлых. Снаружи Остин вообще любит играть с цветом и увлекает красотой своих цветков, что, безусловно, там я очень люблю подходить к ней, брать в руки, вдыхать аромат и наслаждаться вообще этой розой. Она у меня сидит как раз около беседки, и я могу ее видеть, в принципе, все это время, что я там в ней нахожусь, в этой беседке. Я не могу сказать, что она имеет какой-то там красивый куст, то есть мы помним, что вообще, в принципе, розы Дэвида Остина, это шрабы. И, соответственно, они все достаточно высокие. Кроме того, у них есть особенность такая паникать, и вот как раз-таки темная леди, у нее тоже такой непрямо стоячий куст, но и похоже, даже я ее называю немножко каракатица такая слегка, ну такой раскидистый. Но все равно, вот по обильности цветения, когда она цветет первую волну в сезон, это, безусловно, один из лучших сортов темных роз. И я прощаю ей вот этот немножечко раскидистый и кривоватый форму куста. Если говорить о форме куста, то тогда на первое место выходит Крокус Роуз. Вот это уж действительно тот сорт, который вообще не подведет никогда. Да, я часто его включаю в проекты. Это совершенно противоположная роза по цвету. Она прекрасного сливочного оттенка. Опять же, в глубине цветка этот оттенок более насыщенный, край он светлее. И аромат у этой розы уже как бы чуть слабее, но все равно эта роза прекрасна. Во-первых, по обильности цветения, во-вторых, по красоте цветков. У нее очень красивые, очень густомахровые крупные цветки. Плюс ко всему, вот то, что я говорила, форма куста, это округлый куст, метр двадцать максимум высотой и где-то такой же ширины. Эту розу вполне можно посадить в качестве там солитерной посадки отдельно, взять кустов пять. Это будет большой массив, красивый и красиво цветущий. У этой розы очень хороший повтор. И она достаточно устойчива к болезням и очень хорошо всегда у меня зимует. Растет уже, наверное, лет двенадцать и ни разу не подвела, в принципе, своей зимовкой. Еще из английских роз я бы, наверное, порекомендовала The Pilgrim. Этот сорт имеет цвет, такой я всегда называю нежного желтого счастья, потому что такой холодный светло-желтый цвет. Я вообще чисто желтые розы не сильно люблю, а вот этот оттенок такой пастельный, этого и радостного такого желтого цвета мне очень нравится. Когда я ее посадила у себя в саду, вообще, вот то, что я говорю, посмотреть еще информацию про розы в интернете, я говорю, это не просто так. Я прочитала характеристики этого сорта у производителя, у Дэвида Остина, и подумала, что вот она вполне впишется, годится для первого плана, и высота ее где-то метр двадцать. И вдруг эта роза маханула у меня до двух метров, даже до двух с половиной, и я очень сильно удивилась и подумала, зачем я ее высадила на первый план. Но в то же время, теперь, зная ее характеристики, я понимаю, что это роза, которую можно выращивать и в качестве полуплетистой на небольшом обелиске. И будут вот эти вот красивые цветочки, которые будут свисти. Она обильно цветет в первую волну, неплохо цветет очень во вторую, поэтому, в принципе, будет радовать вас в саду очень сильно. Из розовых роз я, наверное, выделю прежде всего Мэри Роуз. Кто-то один раз сказал, банально розовая роза. Я бы, наверное, обиделась на месте Мэри Роуз, потому что вообще это не банальная роза. Да, она, может быть, не отличается какой-то там изысканностью, но все равно по обильности цветения эта роза вызывает такой восторг по стойкости своего характера. Кусты у нее достаточно крупные, она может дорастать там до метра пятидесяти даже. Вот, я сделала как-то вот, единственная была ошибка, я взяла ее, мне она так нравилась, у меня растет несколько кустов, я взяла ее в штамбовой форме. Ну, ошибка в каком вопросе? Все-таки такие громоздкие кусты большие в качестве штамбов, это не очень хорошо, потому что у остиновских штамбов достаточно высокий сам штамб, и цветки где-то там высоко, это надо смотреть на них в отдалении, и очень сложно к ней подойти, чтобы рассмотреть их как бы поближе. Поэтому все-таки вот в качестве просто кустовой розы она прекрасна, и будет украшать ваш сад и в первую волну, и во вторую волну, и будет хорошо зимовать. У нее, возможно, проявление черной пятнистости, но на самом деле, в принципе, с профилактическими обработками это несущественно. Из белых роз нельзя не сказать про Винчестер Кафедрал, потому что, во-первых, она идет следом за Мэри Роуз не случайно, потому что это производная от нее. И от своей мамы, да, она белого цвета, но она иногда удивляет такими всплесками розового цветок, может быть, совершенно неожиданно вырастать и расцветать наполовину розовый, наполовину белый, либо просто какие-то розовые такие проявляются полосочки на цветочках, и это очень интересно, она вообще, так она вообще, в принципе, сорт этот белого цвета. Ну, что я могу сказать по поводу этого сорта в качестве его достоинств? Больше всего мне нравится, что эта роза вместе с Мэри Роуз, они зацветают одними из первых в саду и начинают свое цветение. И за счет, опять же, того, что они зацветают очень рано, они успевают очень хорошо процвести повторно до наших дождей, которые у нас иногда начинаются осенью. Что касается зимостойкости, она прекрасно у нас зимует, очень хорошо, ну, конечно же, под укрытием, хорошо себя чувствует, и из таких вот моментов, на которые я хочу обратить внимание, это прямостоячий куст, потому что я, например, хорошо отношусь к тому, что английские розы паникают. Мне это нравится, я считаю, что они барышни, нежные, могу сравнить их с Джейн Остин, потому что, ну, такое вот создание, и она может паникать, тем более это большие кусты. Но многие все равно часто очень спрашивают про английские розы, которые держат розу, цветок, кверху. И вот как раз-таки и Мэри Роуз, и Винчестер Кефедрал держат цветки очень хорошо. Еще как бы я хотела бы из розовых роз рассказать про Херитедж. Это тоже розовая роза, но она более бледного цвета, и очень хорошо и обильно цветет, такой очень нежный цвет. Он даже, когда в процессе отцветания, он становится почти, почти белый. Она имеет нежный, вкусный очень аромат, и, ко всему прочему, очень хорошее здоровье у листвы и очень хорошую зимовку. Опять же, у нее хорошее, очень повторное цветение. Возвращаясь к желтым розам, только уже к ярко активным желтым розам, конечно, нельзя не вспомнить про Golden Celebration. Тот сорт, который номер один у многих розоводов, это прекрасные желтые густомахровые цветки, которые украшают эту розу, с очень приятным ароматом. Куст достаточно большой и широкий, раскидывается до метр пятидесяти. Он метр пятьдесят и высоту, но за счет немножечко паникающих побегов по высоте он будет чуть шире, но все равно вы должны понимать, что это не менее метр двадцать, метр пятьдесят в объеме куста. Очень красивая роза с хорошим повторным цветением. Говоря о ароматных розах, наверное, нужно назвать же Desert Obscure, английскую розу, которая награждена медалями как раз-таки за ароматы. И сам Остин ее вносит в пятерку лучших ароматных своих сортов. Мало того, что вот эта она обладает прекрасным ароматом, у нее очень интересные цветки. Они не раскрываются широко, как у многих сортов Дэвида Остина. Они похожи на такие помпоны, которые помпоны шарики или шарики мороженого, круглые, красивые и с очень тонким изящным ароматом. Сорт этот не очень высокий, то есть это в пределах где-то метра, метр двадцать этот куст. Но вот за счет вот этого аромата и крупных красивых цветов, они такого нежного абрикосового цвета, она, конечно, пользуется, безусловно, популярностью. Из каких-то минусов, которые можно назвать, все-таки не самая большая устойчивость к осадкам, но за красоту цветков и за аромат это можно ей простить. Английских роз у меня в саду еще много, но я, пожалуй, сейчас назвала самые свои любимые. И я понимаю, что у каждого розовода есть свои любимчики. Делитесь этими сортами в своих комментариях, чтобы люди знали о том, какие еще есть прекрасные сорта у прекрасного селекционера Дэвида Остина. С вами была Юлия Тадеуш. Желаю вам процветания и всего доброго!